Всем привет дамы и господа, с вами SilentTip и в этом видео я расскажу вам как в программе SketchUp создать вот такой текст по кругу. Последние несколько дней в моей группе ВКонтакте проходило голосование, на какую тему записать следующий видеоролик. И данная тема с созданием текста по кругу набрала наибольшее число ваших голосов, поэтому вот вам этот ролик. Но перед тем как начну не могу не рассказать краткую предысторию. Не так давно одна из зрительниц канала Ольга спросила меня как в SketchUp создать текст по кругу. К своему глубокому стыду я не знал что ответить, плагины которые бы умели размещать текст по кругу мне были неизвестны. Ничего подсказать Ольге я увы не смог. Через некоторое время Ольга сама нашла решение и поделилась им со мной. Спасибо Ольга, а я в свою очередь поделюсь этими знаниями с вами. Тем более что большинство проголосовавших выбрало именно эту тему для следующего видеоролика. Итак, текст я буду использовать самый обычный, тот который создается инструментом 3D текст в SketchUp. А вот изгибать его я буду уже при помощи плагина. Плагин называется ShapeBender и он бесплатен. Скачать этот плагин вы можете по ссылке в описании. Там есть как ссылка на официальный сайт, ссылка на скачку с Яндекс диска, так и ссылка на скачку с Dropbox. Вкратце покажу вам как установить этот плагин на примере SketchUp Make 2017. Нажимаю вверху окно диспетчер расширений. В появившемся окне нажимаю на большую красную кнопку установить расширение. Захожу в ту папку в которой у меня находится rbz файл плагина ShapeBender. Напоминаю, скачать этот файл вы можете по ссылке в описании под видео. Выделяю этот файл и нажимаю кнопку открыть. После установки у вас должна появиться вот такая минималистичная панель плагина всего с одной кнопкой. Если же эта панель у вас не появится, то сделайте правый клик мыши по панели инструментов SketchUp и там в списке поставьте галку напротив ShapeBender. Далее создаю обычный 3D текст инструментом 3D текст. Шрифт использую Micro. Его нет в стандартном наборе шрифтов Windows. Скачивается и устанавливается он дополнительно. Галки с заливкой и выдавлено включены. Нажимаю кнопку разместить для создания текста. Получился вот такой текст. Он на мой взгляд слишком глубокий в плане объема. Немного сплющу его при помощи инструмента масштаб. Очень важно, текст должен располагаться параллельно красной оси. Плагин ShapeBender умеет деформировать объекты расположенные только параллельно красной оси. Такова его особенность. Не спрашивайте почему так. Думаю, это особенности построения программного кода. Мой текст как раз параллелен красной оси. Если у вас это не так, то поверните текст инструментом перемещения или инструментом поворот. Далее нужно провести простую прямую линию по всей длине текста. Длина линии должна совпадать с длиной текста. Линия рисуется карандашом. Поскольку текст сгруппирован, линия к нему не прилипнет. Есть тут одна мелкая деталь, которую нужно учитывать. Длина текста и длина будущей окружности должны плюс-минус совпадать, поэтому выделяю линию что я нарисовал и открываю в правой боковой панели окошко данной объекта. Там написано какую длину имеет моя выделенная линия. Это собственно длина моего текста. В данном случае это 247 сантиметров с копейками. Теперь я знаю какой длины должен быть контур будущей окружности. Далее черед самой окружности. Рисую окружность инструментом окружность. Пока что ее размер не важен. После того как окружность нарисована, выделяю курсором ее кайму и смотрю в окошко данной объекта. Там сказано, что радиус окружности 41,2 сантиметра, а длина каймы окружности 258,9 сантиметров. Это чуть больше чем длина текста 247 сантиметров. Значит выделяю окружность и инструментом масштаб немного уменьшаю ее размер. Уменьшил я аж до 205 сантиметров. Это меньше длины текста. Сам не обратил на это внимание. Но как оказалось это не критично. Думаю принцип вы поняли. Длина каймы окружности должна быть плюс минус равна длине текста. Размер окружности вы можете подкорректировать инструментом масштаб. Либо вы можете масштабировать текст вместе с линией, что приведет все к тому же результату с уравниванием размеров. Пока выделена кайма окружности, в окошке данной объекта вы можете увеличить число сегментов этой самой окружности. По умолчанию у нее 24 сегмента. Это очень мало. Увеличу это число хотя бы до 48 сегментов. Далее еще одна мелочь про которую нужно знать. Данный плагин ShapeBender не умеет изгибать объемы по замкнутому контуру. Контур для изгиба всегда должен быть разорван, а моя окружность замкнута, как вы понимаете. Поэтому карандашом я выгрызаю небольшой сегмент в окружности, дабы разорвать замыкание. Ну и стирательной резинкой либо курсором с клавишей Delete удаляю лишнее. Наконец можно приступить к сгибанию текста по кругу. Порядок действий таков. Сначала выделяю мой текст. Кликаю курсором по кнопке ShapeBender в его панели. Далее кликаю по прямой линии, длина которой как вы помните равна длине текста. Ну и наконец кликаю мышью по разомкнутому контуру окружности. Началось искажение. Зеленым цветом показывается мой будущий объем. Стрелками на клавиатуре вверх и вниз вы можете перебирать разнообразные варианты расположения текста относительно окружности. Когда найдете желаемый вариант, просто нажмите клавишу Enter на клавиатуре и текст изогнется именно так, как показывалось зеленым цветом. Как видите, это не так уж и сложно. Ну и думаю, самые вдумчивые мои зрители уже догадались, что текст можно не только уложить на землю плашмя, но и поставить его вертикально. Поставленный вертикально текст тоже можно изогнуть по окружности. Получится совсем другой результат. Покажу вам и этот вариант. Выделяю первоначальный текст курсором и инструментом перемещения навожусь на торец текста, так чтобы появились красные кресты. Взявшись за один из красных крестов, поворачиваю текст на 90 градусов. Ну и искажения по той же схеме, что я показал ранее. Текст у меня уже выделен. Кликаю по кнопке плагина ShapeBender. Кликаю по прямой линии и затем кликаю по разомкнутому контуру окружности. Стрелками вверх и вниз на клавиатуре подбираю желаемый вариант расположения. Для завершения нажимаю клавишу Enter. Вот такой текст по кругу у меня получился. На этом я закругляюсь. Надеюсь мне удалось объяснить вам, как в программе SketchUp разместить текст по кругу. Если интересно, то вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики, которые уже вышли на канале. Например ролик с применением этого же плагина ShapeBender, но с изгибом других объемов по другим траекториям. Ролик называется «Введение с изгибом». Либо вы можете посмотреть ролик о том, как проставить градусные размеры углов в вашем SketchUp проекте. Желаю успехов в вашей творческой работе!